Здание Салют Здание Победа Здание Память Величественный подарок государства к 70-летию освобождения Беларуси Лучшее архитектурное произведение 2015 года Уникальное современное сооружение с богатой историей Один из крупнейших в мире музеев, посвященных тематике Второй мировой Великой Отечественной войны Где на площади почти 4000 квадратных метров соседствует история и современность Здесь одинаково интересно молодежи и людям более старшего поколения А главное, не стыдно ветеранам Сегодня программа у парадного подъезда в новом здании музея истории Великой Отечественной войны Проспект Победителей, Зеленая зона Парка Победы и Величественная Стелла Минск-Город-Герой Здесь традиционно проходят торжественные мероприятия, военные парады Рядом Комсомольское озеро, открытие которого должно было состояться 22 июня 1941 года И одна из возвышенностей столицы, где в годы войны велись жестокие бои Эта земля буквально обагрена кровью своих защитников Именно на этой земле чтят их память потомки Пол Европы прошагали, пол земли Этот день мы приближали, как могли Этот день победы Порохом пропад Это праздник Синяною на висках 24 апреля 2010 года началось строительство современного музейного комплекса Для меня, как для архитектора, явилось очень почетным заказом И, естественно, я понимал о том, что это здание не может быть простым зданием, в котором хранятся экспонаты Это здание должно быть само экспонатом Уникальные кадры военной хроники Салют Победы в Москве 9 мая 1945 года Свет прожекторов разрезает уже мирное небо Этот исторический момент подсказал архитекторам идею образа белорусского музея Радиально идущие ввысь фасады Золотого цвета стекло Металлические и гранитные элементы На фоне сверкающего великолепия Высится Стелла «Минск. Город-герой» Она старше своего соседа музея на три десятка лет Но для белорусов они сразу стали одним целым Возможно и потому, что Виктор Крамаренко – один из авторов обелиска Спустя 29 лет Стелла получила достойное обрамление Здание нового музея расположилось полукольцом вокруг монументального комплекса Непривычный для строительства ландшафт определил непохожесть белорусского на другие музеи подобной тематики Авторы проекта побывали в самых известных мировых музеях, посвященных войне Изучили опыт архитекторов Германии, Англии Воспользоваться изученным материалом получалось с трудом Проект белорусского музея диктовала градостроительная ситуация Для того, чтобы возвести здание площадью 15 тысяч квадратных метров Строителям пришлось углубляться на 10 метров под землю Главным высотным акцентным элементом является обелиск «Минск. Город-герой» Здание музея Великой Отечественной войны, оно должно было ему соподчиняться И вот было предложено одноэтажное здание со стороны обелиска Это подчеркнуло его высотность И вместе с тем здание распласталось по всей территории за обелиском И вписалось в его рельеф И если с главного фасада у нас один этаж Туда вниз набегает уже пять этажей Главный фасад музея истории Великой Отечественной войны Символизирует салют победы Важная деталь Конструкции изготавливались на том же предприятии Где во время войны отливалась вражеская военная техника Сегодня этот металл уже работает в мирных целях Каждый из десяти лучей украшен горельефом Важнейшие события войны увековечены в камне Здесь и оборона Брестской крепости, и водружение знамени Победы над Рейстагом Кстати, еще лет десять назад Воплотить в жизни эти оригинальные архитектурные идеи Было и труднее, и дороже, а некоторые даже невозможно Только благодаря современным фасадным системам Мы видим музей таким, каким его задумывали авторы Кроме того, новейшие материалы позволяют зданию долгие годы обходиться без капитального ремонта Срок службы фасадных систем и других стройматериалов составляет не менее 50 лет Но даже несмотря на помощь новейших технологий Необычные идеи авторов проекта могли остаться только на бумаге Архитектурное руководство города обратило внимание на то, что возле стелы стали вырастать странные конструкции Был срочно собран такой совет своеобразный И издан протокол, где было написано Крамаренко Выровнять все стены Приказ начальства надо выполнять Мы пришли в мастерскую Это было для нас настоящее потрясение И на компьютере начали выравнивать стены У нас спасло только то, что наклонные колонны уже были в натуре воспроизведены И когда мы стали выравнивать стены, эти наклонные колонны оказались на улице И вот этот момент уже невозможности выровнять стены спас нас Услышать голос войны помогает язык архитектуры Западные фасады музея выглядят как падающие стены Это не строительный брак и не ошибка архитекторов У многих стен есть уши, у этих душа и память Наклон конструкции обращен в сторону запада, откуда началась война И куда потом была направлена сила победного движения Оригинальное решение – вход для посетителей расположен совсем не в центральной части фасада Чтобы попасть в зал и музей, придется спуститься по лестнице вдоль фонтана на первый уровень Украшением фасада мира стала скульптурная композиция «Развитание» Она посвящена началу войны и неизвестности, которую испытывали люди в то время Экскурсии отправляются с того места, где началось строительство музея Частью экспозиции стало место расположения памятной капсулы с посланием потомкам Десять залов располагаются согласно хронологии военных действий Экспонаты – свидетели страшной войны Вместе с современными интерактивными мультимедийными устройствами Помогают посетителям музея прожить войну от начала до ее победного завершения 4200 квадратных метров экспозиционных площадей и выше 8000 музейных предметов и научно-вспомогательных материалов Впечатляющая расстановка техники, аутентичные предметы, погружающие в страшную реальность диорамы Все это и многое другое – настоящая победа сотрудников музея, художников, дизайнеров Тех, кто сумел сделать возможное в сжатые сроки подготовить к праздничному открытию Один из лучших музеев войны в мире Трудностей было очень много, потому что сначала концепция была разработана теоретически Потом были разработаны тематика экспозиционные планы Разработаны планы каждого зала Но это все было на бумаге, а когда мы пришли в музей, конечно, многие вопросы пришлось корректировать Оформление экспозиции, размещение экспонатов, оформление витрин Шло параллельно с тем, как строители в других залах мастили гранитом полы Отделывали стены, красили потолки, монтировалось осветительное оборудование В общем, результат можно заносить в книгу рекордов Гиннеса, потому что действительно за такой срок, такой музей создать, экспозицию музея создать достаточно сложно 144 тысячи музейных предметов переехало из старого здания в новое всего за месяц Сотни охоток на трех грузовиках Этот результат вполне можно причислить к рекордам, учитывая значимость и хрупкость многих экспонатов Важно, что за время переезда ни одна музейная ценность не потерялась А вот главный хранитель фондов Светлана Потупчик потеряла 7 килограммов собственного веса Лучшая диета, побегать по этажам, понервничать, проконтролировать всех Вся хранилище, сигнализация, проверить Но мы это сделали, и мы этим очень гордимся Как она сюда попала? Это первый вопрос, который задают посетители в отношении тяжелой боевой техники Это действительно было непросто, что могли, ввозили частями, были задействованы трейлеры и лебедки Самолеты поднимались в воздух с помощью промышленных альпинистов Оформлялись, конечно, в условиях максимально приближенных к боевым Потому что была зима, порталы вот этих вот служебных подъездов были не застеклены, открыты И при помощи тяжелой техники и приспособлений определенных затаскивалась бронетехника Реплики самолетов Мистершмитта и 16-го, они были в разобранном виде со снятыми крыльями, винтами Завозили сюда, здесь собирались Самый большой зал музея, дорога войны, около 500 квадратных метров Здесь у крупномасштабных экспонатов появилась крыша над головой Владимиру Поликарповичу есть с чем сравнить За плечами четверть века работы экскурсоводом Когда шло строительство нового музея и оформление экспозиции Он чуть ли не каждый день приезжал сюда И в волнительном ожидании открытия проводил экскурсии в еще не оформленных до конца залах Боевая техника, которая была в старом музее, она находилась просто во дворе Я, кстати, проводил, это была одна из моих постоянных оружия победы И она вызвала очень большой интерес в посетителе А здесь она оказалась непосредственно в экспозиции В этом зале действительно можно остаться надолго Каждая деталь экспонатов – отдельная история В самом начале войны немцы думали, что легким парадным маршем они пройдут до Москвы И Советский Союз будет побежден Поэтому белые шарфики, поэтому вот такая экзотическая раскраска их боевых машин Которая отчасти наводила страх на европейские армии И в то же время вы видите наш невзрачный фанерный самолетик Подлинный самолет ПО-2 прилетел из Москвы в Минск, правда, уже не своим ходом Реставраторам понадобилось три недели для того, чтобы восстановить и собрать боевую машину Муляжи стали экспонатами всего за неделю Под потолком – основной скоростной истребитель Красной Армии И-16 И маневренный Мессершмитт-109, признанный лучшим истребителем Второй мировой Внизу знаменитый танк Т-34 и немецкий Т-3, который не смог противостоять огню советской легенды Не обошлось без ДТП Трудно себе представить музейную экспозицию «Дорога войны» без этого танкового тарана Знаменитый Т-34 сбивает вражескую машину Один танк весит 35 тонн, второй – 28 Инсталляция выполнена под наклоном, что требовало тщательных инженерных расчетов В музейных стенах машины столкнулись под четким руководством Александра Феня Ветерана войны, участника Курской и Сталинградской битвы, который всю войну прошел в танке Но даже настоящий эксперт с трудом отличит вот этот экспонат от настоящего танка Расположить на втором этаже здания тяжеловесную технику не представлялось возможным Так в экспозицию, демонстрирующую начало операции «Багратион», въехала машина, созданная художниками Этот танк могут поднять всего лишь 4 человека среднего телосложения Он из пенопласта, однако даже опытный глаз не отличит оригинал знаменитого Т-34-85 от ювелирной копии Посетители музея часто пытались проверить на прочность боевую машину, поэтому хрупкий танк пришлось огородить В тесной землянке партизаны составляют план операции Рядом оружейная мастерская, бойцы как живые, а деревья в партизанском лесу и вовсе настоящие Много использовано в инсталляциях этого зала натуральных деревьев, стволов, которые подбирались Ну, естественно, сухостой подбирался, в лесу специально вырезались Потом доставляли сюда, но уже хвоя и листва – это, естественно, уже, так сказать, продукт сегодняшнего 21 века Но самым ценным экспонатам достаточно было только придать надлежащее оформление Это те сокровища музея, которые посетитель запоминает на всю жизнь В данном случае это кость человека, которая впечаталась во флягу во время взрыва И мы ей вместе с художниками придали очень большое значение И она производит неизгладимое впечатление на посетителей Как можно остаться равнодушным, глядя на пробитую немецкой пулей медаль Ефрейтера Летова, который погиб при освобождении Гомельщина? В 70-е годы медаль была найдена и передана в наш музей Он расстался с жизнью именно из-за того, что получил эту пулю в медаль Весь эмоциональный удар берут на себя экспонаты времен войны И этой реальности достаточно, чтобы посетители остались под впечатлением Нельзя в музее делать страшилки Поэтому мы не стремились напугать человека Или сделать вот такой ужас, чтобы мороз по коже шел Такой задачи не стояло, а больше стояло, чтобы силой средств, наглядными средствами Здесь очень богато большое количество экспонатов достоверных Которые, если вникнуть, то они точно это Дают большое шикарное впечатление и представление о героизме и подвиге народа Их голыми руками не возьмешь Газеты, документы и фотографии, которые хранятся в музейных фондах Требуют практически медицинской гигиены Человек, касаясь бумаги, выделяет влагу, которая даже в минимальных количествах вызывает химическую реакцию И существенно сокращает срок службы ценных свидетельств военного времени У каждой коллекции музея их сегодня три десятка Свои особые условия хранения Где главная температура, влажность, безопасность В руках сотрудников фондахранилища самое ценное Не вещи, а память Чем лучше мы будем хранить, тем дольше настоящие подлинные предметы сохранятся для потомков Потому что когда мне рассказывают о том, что оцифровали и предмет остался Оцифровка это хорошо для работы, для научных исследователей, для той же экспозиции Где какой-то очень ценный экспонат, в самом деле, не стоит выставлять на свет Я, конечно, очень за то, чтобы были цифровые копии, изображения, базы данных, как положено Чтобы люди могли работать, чтобы более широко было представлено все Но если не будет подлинного предмета, то что такое копия? Впрочем, у электронных экспонатов отдельная задача – заинтересовать молодое поколение Здесь и современные мультимедийные средства, и туманные экраны, и голографические композиции, и многоязыковые аудиогиды На плазменных экранах уникальные фото времен войны А возле инфокиоска можно полистать письма с фронта или немецкие указы Технические новинки, современная аудио- и видеоаппаратура позволяют назвать музей истории Великой Отечественной войны Самой современной и оснащенной галереей Беларуси В центре любой музейной экспозиции всегда будет музейный предмет Но показать его в современном свете, с использованием мультимедийных технологий С использованием современных средств подсветки – вот это была наша задача Показать так, чтобы было интересно молодежи Потому что сейчас у молодежи немножко другие подходы Чтобы молодой человек не просто прошел и посмотрел на эти предметы Чтобы они запали ему в душу, и он отсюда, кроме знания об истории, вынес еще и впечатление Вот, например, какой была Беларусь перед войной Если мы с вами находимся в Минске, мы можем и хотим увидеть, каким был Минск Мы нажимаем кнопочку и показан Минск довоенный Грамотная компоновка архивных документов, экспонатов, участников военных действий, художественных работ и современных технологий Помогает исключить у посетителя так называемый эффект музейной усталости Когда в ходе длительных экскурсий, человек перестает воспринимать информацию Эмоциональные нагрузки способствуют и разнообъемные помещения, и грамотная навигация по залам Здесь время бежит незаметно Разные части музея не похожи одна на другую, символизируют четыре года войны Все детали интерьера посвящены этой теме Обратите внимание, светильники в музее выполнены в виде трассирующих пуль Ощущение дневного света дают другие лампы, которые находятся в нижней зоне А свет от них попадает в отражатели, закрепленные возле потолков Так получается рассеянный свет, и создается иллюзия натурального пространства Музей выглядит полупрозрачным Четверть здания выполнена из стекла Такой обзор позволяет посетителям не ограничиваться музейными экспонатами внутри здания Но и насладиться панорамой мирного города и парка Победы Экспонатом музея становится не только парк, но даже сама стела «Минск-город-герой» Архитектурная особенность здания для самых наблюдательных Буквально все стены музея направлены в центральную точку обелиска «Минск-город-герой» Это позволило создать такую иллюзию пространства, которая устремлена к победе Этой цели подчинены и потолки, и полы Многочисленные переходы, в том числе и воздушные, ведут посетителей все выше Увидеть зал «Дорога войны» можно словно из кабины экспоната самолета Эта галерея является такой отправной точкой, отправным моментом восхождения к победе Мы видим здесь пандусы, по которым посетители должны подниматься к залу победы Вот прообразом этого восхождения являлся эпизод поднятия знамени победы Егорова Макантария Зал победы – просторное помещение со стеклянной крышей-куполом пронизывает солнечный свет Который падает на белые мраморные стены Здесь заканчиваются экскурсии, замолкают посетители, глядя на золотые буквы На стенах зала написаны имена героев войны Венчает композицию зала победы алтарь победы Алтарь победы, который состоит из 18 торжественных пилонов 18 – это 15 союзных республик, плюс США, Англия, Франция Те страны и республики, которые освобождали Беларусь Купол музея венчает флаг СССР Копия того, что водрузили советские воины над Рейстагом Это не просто полотнище, а один из символов музея, который виден издалека Пока не у всех есть возможность увидеть его поближе, с крыши Но этот пятый фасад музея задумывался архитекторами, как еще одна экспозиционная площадь Музей, его экспонаты с каждым годом все время прибавляются И наступит тот момент, когда необходимо будет задействовать и площадь, территорию Кровли И здесь могут появиться тогда дополнительные экспонаты И заметьте, все это будет на фоне панорамы города Я непременно, вот когда заканчиваю экскурсию, захожу после Зала Победы Прошу пройти со мной через вход прямо на площадку Я говорю, товарищ, а вот теперь посмотрите наш Минск Тот, так сказать, который защищался, который освобождался Где много людей отдали свою жизнь И это вызывает очень тоже большие эмоции Отсюда хорошо видно, какое великолепное оформление получила зеленая зона вокруг Комсомольского озера К работе над проектом Парка Победы архитекторы приступили 10 лет назад В 2009-м были завершены первый и второй пусковые комплексы К архитектурному оформлению парка добавилось масштабное строительство музея На финишную прямую вышли вместе В итоге город получил целый ансамбль, посвященный подвигу народа в Великой Отечественной войне Мы идем по аллее памяти, которая начинается от Триумфальной арки Даже мощение на ней выполнено таким образом, чтобы прорастала травка Вдоль аллеи памяти и славы проходит такая косая дорожка пешеходная Которая при каждом твоем движении вперед, она как бы тебя отбрасывает назад Это тоже было сделано не просто так, поскольку в торце этой дорожки находится элемент, символизирующий год войны И в конце концов мы подходим по этим двум параллельным аллеям памяти и славы к фонтану Победы Одна из визиток парка Победы – фонтан, который расположился прямо посередине Комсомольского озера Это самый высокий водомет в Минске с пятиэтажный дом С технической точки зрения его создание оказалось непростым Для строительства бетонного основания воду из озера пришлось спускать На берегу построили целый обслуживающий комплекс – насосную станцию, блок технических помещений Часть из них спрятаны под этим цветником рядом со скульптурой «Рассвет» От фонтана Победы идут ручьи Предполагалось, что они будут водные ручьи Но потом мы пришли к решению, что должны эти ручьи быть цветочные Они должны цвести и рассказывать посетителям парка о том, как строилось, отстраивалось наше государство в послевоенные годы Это дорога в будущее Она рассказывает нам о светлом будущем, к которому мы идем при строительстве нашего государства И всего, что мы создаем в нашем городе и в нашей республике Здание на века Именно таким проектировался Музей истории Великой Отечественной войны Именно столько в Беларуси должна жить память о подвигах наших дедов и прадедов И теперь мы можем быть уверены – в стране есть все Чтобы еще не одно поколение белорусов помнило о войне и жило в мире Субтитры создавал DimaTorzok